Друзья, всем привет! Вы слушаете 40-й выпуск из D-Casta, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Анатолий Бельский, Core Developer, Release Manager PHP 7. Толь, привет! В начале посложившейся традиции, расскажи немножко чуть больше о себе, как ты вообще попал в IT, как давно и чем занимаешься? Чем занимаюсь? Ну, работаю как программист, собственно. Вот сейчас я релиз менеджментом по технику занимаюсь, а так, как попал в IT, просто интересно. Да, и вообще началось это, первая моя программа была написана в программе Cakewalk. Там есть такая программа для создания цифровой музыки. И там такой есть небольшой язык программирования для разных маленьких штук, больших. Так, ну, все постепенно... Слушай, ну, это было еще во времена, там, не знаешь, школы, института, то есть это в каких, примерно, так сказать, парах? Да, ну, примерно так, да. Потом я сменил несколько родов деятельность, но как-то все равно вернулся к этому. Ну, тем более, это доставляет удовольствие работой, и поэтому как-то ни на что другое как-то уже больше не повернулось. Понятненько. Ну, ладно, хорошо. Расскажи тогда, как ты вообще попал в проект PHP, собственно говоря, интересно. Проект PHP, да, это где-то был 2007 год, насколько я помню. Я примерно начинал тогда работать как служащий в какой-то фирме, там, серьезно уже. И как-то все время чего-то не хватало, то есть это в этом PHP, который... То есть, как бы, как PHP-программист, все время чего-то мне не хватало. То есть, я начал копать чуть-чуть глубже дальше, там, начал писать расширение. А, ну, то есть, ты начинал, когда, в смысле, было типа что-то веб-программистом, ну, или как-то связанным с PHP, да? Это, соответственно, какой-то, наверное, еще, не знаю, третий или уже четвертый PHP был? Четвертый, я с четвертого человека. Так. Вот. Как-то так начал, то есть, писать расширение, мы уже носим. И это еще было не ядро, а просто, ну, мои какие-то личные. То есть, ты сидишь на работе, там, сколько там, 8 часов или больше, зависит от того, да? Вот. А потом приходишь домой, сидишь, то есть, просто бредешь от одного компьютера к другому, и там уже... На работе это, может быть, не всегда интересно, да? Рутина там побольше. Ну, да. Да? Ну. Вот. А тут ты делаешь то, что ты хочешь, и, собственно, реализуешь какие-то свои... Свой потенциал, что ли, который там не востребован. И какое же у тебя было первое расширение, про что ты написала, да, и что она делала? Первое это было... Я использовала библиотеку LeapTurple, и эта библиотека, если ты знаешь, это программа... Ну, этот сам мессенджер, который протокол разный. Мессенджер, да, да. То есть, это есть программа, и все ядро этой программы, оно заложено в библиотеку LeapTurple. То есть... Такой в раппер, по сути. Да, 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 да. Вот. Например, по всем я еще не паркировал, но так... По большей части должны работать. Ну, там тоже, там свои нюансы, конечно. Слушай, а вот сразу расскажи, то есть ты как бы там вот веб, там PHP, тут, значит, расширение, это же C, соответственно, да, это там вот это Zend Engine, вот это все. Вот как ты во все это въезжал? Потому что, в принципе, ну, там, если человек пишет на PHP, ну, в такой смысле, никогда на осях не писал, то это довольно-таки другой мир просто. Как вот ты во все это, вот расскажи, свои ощущения были, когда ты во все это вникал? Ну, это как бы, да, чем хуже, тем лучше, то есть все. Я не сказал бы, что C, это такой сложный язык совсем, там, но... Просто свои нюансы, то есть нужно более аккуратно, что ли, более точно все это делать, вот. Ну, и если говорить там по скорости, наверное, помедленнее чуть пишется, ну, чтобы это было осложнение, вот. В принципе, и другой момент, потому что знание вот о том, что там внутри, что там происходит, это, конечно, было очень интересно. Я использовал еще, я тогда купил еще вот книгу, это вот. Extending and Embedding Pitch Key с 40 миллионов. Интересно, то есть при АП-5 тогда было еще, да, то есть как раз, значит, были первые версии про АП-5, стабильные, и, в принципе, эта книга еще до сих пор даже может связать, потому что вдруг захочет чем-то таким заняться, она может служить довольно хорошим. Ясно. Слушай, ну, хорошо, вот, значит, ты там написал, там, первое расширение. Кстати, оно где-то, ты его применял? Ты его применял только для каких-то своих, так сказать, там, ну, сайт-проектов, или бы где-то по работе тоже оно тебе пригодилось? По работе не пригодилось, но для своих проектов, да. Ну, хорошо, так, давай продолжаем, что было дальше? Ну, дальше, вот, я продолжал это делать, я не помню, сейчас, где-то 2011-2012, и как-то так постепенно, то есть одно дело, когда это расширение, ты пишешь, оно где-то там болтается, да, то есть, ну, можно, вот, то есть, это, липторку, да, это, ему нельзя было в пеку в репозитории, потому что там конфликты с лицензиями, то есть, и другие расширения могут быть. Ну, в принципе, это то, что вот где-то находится, да, на кем-то, да, и тогда больше интерес мне начал просыпаться, именно, потому что вот там, по-моему, в плавном, в самом ядре ПХП, во внутренностях, и такой сложился момент, когда я стал искать работу, менять работу, и вот, посчастливилось мне, потому что Пьер тогда, Пьер, там, где я сейчас работаю, работаю с Майкрософт, и Пьер искал этот раз сотрудника себе, Пьер Жеет. И, таким образом, то, что было моим хобби, стало моей работой. Ну, так, органично, короче говоря, хобби превратилось еще, и что за это стали деньги платить. То есть, плюс к этому еще, это опенсорство на 99%. То есть, любая строка кода, которую я пишу, это, в основном, все уходит там куда-нибудь, либо открыт, либо гид.пгп.нет, или там гид-хаб, или где-то, почему-то в таком виде. Слушай, а вот первое твое тоже, как бы, там, расширение, ты их сразу как-то думал, чтобы отдавать в вопенсорсы, или как вот тоже ты? Да, конечно, конечно. Слушай, а 2007-й, это, соответственно, еще там не было никаких, наверное, гид-хабов, то есть, всякие там, не знаю, саундфоржи, что там были какие-то вот такие. Где ты все это опубликовывал, то есть, как все это начиналось? По-моему, да, начиналось где-то со спорта, да. Со спорта, что он, да, потом я перенес на гид-хаб, а другие расширения, то есть, которые я писал, потому что предоставляет проект, предоставляет также платформу, там, SPM, так далее, это было, по-моему, сейчас еще до сих пор SPM. Я клашурирую. Вот, и ты просто работаешь в этом репозитории. Многие, с частностью, тоже переносили это в кид, или на гид-хаб, или в каком-нибудь. Ну, это, то есть, в любом случае, это открытый спорта. Понятно. Однажды, да. Однажды мне пришлось тоже писать, у работодателя тоже, пришлось писать одно расширение коммерчества, то есть, которое было не у консорса. Ну, это было именно потому, что это проект, значит, коммерческий. Понятно, понятно. Слушай, ну, хорошо, вот, значит, как-то ты так органично хобби там написали. Но это уже когда ты начал как бы контрибьютировать именно в основной проект, да, так я понимаю, не когда-то расширение, а уже что-то более серьезное ты начал делать. Когда ты перешел вот на новую, кстати, работу, то есть, ты говоришь, как бы хобби, это именно уже не написание расширения, а именно когда тебе уже стало интересно там больше лезть куда-то там в ядро, как-то вот что-то такое. Нет, одно было до этого еще, когда я занимался как хобби, просто возникла ситуация, где, сейчас я скажу, эта функция называется Левенштайн, такая есть, да, вот. Ну, она анализирует там разницу в тексте, да, то есть, допустим, у меня есть слово test и слово test, да, и мне нужно понять, насколько разница между ними этими словами, похожи они или нет. Ну, вот такой алгоритм. Ну, в PHP, в общем-то, все функции работы со стоками, они однобайдные, да. Нам нужна была эта функция, которая поддерживает дневный ход. И несколько других еще, например, да. Вот для этого пришлось написать все обширения. Ну, это было, конечно, сложно, потому что, конечно, ну, то есть, скажем, работодатель знает, что я вот этим занимаюсь в свободное время, никто не возражает, и все, но тогда вот я говорю, давайте вот это сделаем, или вот это, да, ну, в каком-то проекте дискуссия происходит или что, да. И ты приходишь и говоришь, вот есть такой способ улучшить, ускорить, не знаю, что-то еще сделать. Я говорю, да, вот, а что я буду делать с этим, когда ты уйдешь? Я спрашиваю, мы шеф, лидер проекта или кто-то. И вот тогда я все, конечно, покупаю. Ну, один проект такой попался, где, в общем-то, люди не испугались и написали, я говорю, я до сих пор еще работаю. Ну, да, слушай, ну, а вот как бы фактор, то, что ты говоришь, ну, это же в опенсорсе, там, может быть, кто-то еще может поддержать, и я там где-то буду его не забрасывать, то есть, ну, какие-то такие, можно было найти слова поддержки в защиту? Не срабатывало? Я не совсем понял. Не, ну, ты говоришь, что вот как бы не всегда принимали там работодатели, что боялись, так сказать, да, вот таких штук, но ты же как бы то, что делаешь, там, выкладываешь в опенсорс, соответственно, оно доступно, то есть кто-то еще там может законтрибьютить, помочь, ну, или все-таки боялись, что ты как основной, основной контрибьютер, так сказать, уходишь, и поэтому уже мало кто-то еще захочет лезть там, разбираться. Просто у других нет такой квалификации, то есть, для чего-то это делать. А в проекте, то есть, где клиент не хочет, чтобы это было опенсорс, да, то есть, ты пишешь код, который... А, ну, если, да, закрытый, то, конечно, да. Ну, тут варианта нет. Конечно, с опенсорсом, это, кстати, это тоже повод как бы расти как в профессиональном плане. То есть, да, то же самое. Ты пишешь там что-то, да, открываешь это, и тогда ты получаешь как бы обратную реакцию и улучшишь, то есть, может, даже кто-то код тебе назад присылает, или что-то, улучшение. То есть, это повод как-то прости самому. Ну, если это как бы не получается в рамках регулярной работы, так сказать, приходится... Я нашел выход так, что переходить от одного на по-другому... Понятно. Хорошо, ну, расскажи, как ты дальше вот органично уже попал именно в core девелоперы, тебя записали, то есть, как ты влился в основную команду проекта, и как все это становилось? Как я влился? Ну, просто начал работать же над этим уже, то есть, то, что я... Многие вещи я уже знал, когда занимался этим на... для себя, да? Ну, в принципе, для себя, да. Или из моего эгоизма, скажем так. Ну да. Вот, и саморазвитие. То есть, многие вещи я уже знал, просто я стал уже модно работать коммитить уже в ядро и там писать тесты. То есть, постепенно все более и более... Ну, конечно, то есть, тут диапазон намного шире, потому что чему-то научиться можно, если ты исправляешь баги. То есть, это самый первый шаг. И вот это, чем я занимался и занимаюсь на протяжении всего времени. Писать что-то новое, да, хорошо там. Хотя, даже если ты пишешь что-то новое, все равно потом приходишь... Ну да. Но это другое, чем если... Вот у нас есть баг-трекер, и там... Вот ты открываешь, и там вот новый баг. Вот там у меня случается то-то и то-то. Исправить надо. То есть, это нужно найти, нужно разобраться во всем. Я не знаю, сколько там строя входа в КПП в самом, то есть, но это нужно найти, нужно уметь пользоваться этими всеми дебаггерами и всем прочим, да, другими вспомогательными инструментами. И вот таким образом, то есть, постепенно, постепенно в чем-то делать. То есть, конечно, фиксить баги, это, конечно, не такое приятное занятие, но очень полезное. Хотя для музыкистов, как и я... Ну, скажем, знаешь, во всем можно найти свои положительные стороны. Во-первых, возможность действительно как бы там где-то чуть лучше вникнуть, и вникнуть не сразу во весь проект, а в какую-то маленькую часть, но тем не менее потихонечку, вот так по кирпичикам. Ну и опять-таки, как бы положительная реакция, что вот ты исправил баг. Как минимум, человека, который его завел, ты осчастливил. Ну, это, наверное, сомнение, это кирпичик базы баги. Ну да, в первую очередь, конечно, это, конечно. Плюс к этому, то есть вот баги, то есть, поскольку я работаю с Microsoft, то есть я последние вот, скажем, как-то 5, 5, 5, 6 и так далее, то есть все зависимости на стороне Windows, то есть все библиотеки, там, OPM, CSEO, там, LBAR, все остальное, там, их нужно тоже собрать по одной куче, чтобы КФП на стороне Windows чтобы произвести бинарный, да, чтобы все расширения присутствовали в этом. То есть это тоже вот, на сегодняшний день я этим занимаюсь. И тут тоже, потому что разные проекты, то есть там сторонние КФП, то есть другие проекты, от которых КФП зависит. У них есть свои правила, у них есть какие-то свои нюансы еще, да, и иногда, или даже часто, я бы сказал, ну, в общем, время от времени приходится вот исправлять там что-то, подгонять именно в этих самих проектах. То есть у нас есть на GitHub, у нас есть такая организация, называется, там все вот эти исходные тексты в зависимости именно под Windows там собраны, то есть доступные. То есть это тоже, то есть ты не просто, то есть ты только в КФП, нужно уметь, уметь, что ли, способность или возможность разбираться в другом, в абсолютно других библиотеках, в которых, то есть в том баге, да, в какой-то другой библиотеке, а в КФП, то есть в нормальном, или там еще что-то, в этом смысле, это тоже очень помогает, для того, чтобы и дальше разбираться. Ну да, но это очень такой, знаешь, непростой, такой очень сложный труд, как бы такой очень кропотливый, когда там, опять-таки, лезет чужой код, как бы, знаешь, немногие программисты хватает там терпения или какого-то там, не знаю, внутреннего такого чувства, чувства там, не знаю, собственной важности, да, что, ой, чужой код, там так все плохо, типа не полезу и не буду разбираться вообще. То есть тут вот такой момент, что надо еще как-то вот, мне кажется, не каждый программист способен на такое, то есть кому-то, кому-то это, это кажется, там, ну, какой-то совсем непривычным, там, неприемлемым, то есть, а тут вот, знаешь, полезь в чужую библиотеку, опять, например, какой-нибудь OpenSSL, я не знаю, вот, то есть это же надо еще и разбираться в какой-нибудь там, не знаю, криптографии, вот каких-то таких смежных областях, которые там не имеют прямого отношения, там, не знаю, к разработке твоей вот непосредственной. Да, согласен. Если вот, опять же, если ты связан с OpenSource, то тут это всегда будет, то есть ты всегда будешь в чьей-то чужой библиотеке. Ну да, да. Всегда. Потому что он открыт всегда. То есть ты хочешь узнать, если я пишу функцию, который зависит от другой, то я могу посмотреть всегда, я должен разобраться. Конечно, с такими специфическими, там, как фотографии, или, там, как, не знаю, алгоритм, как, как, таком SQL, допустим, или, там, или, там, или, там, или, там, что-нибудь другое. Это, конечно, уже совсем-совсем другого поля. То есть, например, допустим, с OpenSSL, это вряд ли, то есть, это, это, это неприемлемо, это тронет вообще. То есть, либо, либо оно работает, либо, мы это не используем. То есть, мы используем более старый релиз, который работает. Ну, и, соответственно, если, если, слушай, слушай, а если вот новый, соответственно, релиз какой-то, ну, в смысле, новая версия какой-то зависимости, она, там, не работает, не проходит тесты, вы, как бы, ну, заводите у них, там, какие-то тоже баги, соответственно, что, ребята, хорошо поправить, и пока что вы остаетесь на старой, там, версии совместимой, ну, работающей. Да, или патч присылают. Ну, да, если можно поправить, понятно, что присылаете патч, и, так сказать, если его принимают, то их дальше уже можно спокойно ссылаться. Ясно. Слушай, ну, я так понимаю, ты, по большей части, именно, вот, твоя сейчас, там, текущая работа, да, связана именно с адаптацией, я не знаю, PHP, именно в Windows окружении, то есть, как бы, да, чтобы оно там все работало, вот, так сказать, с этой стороны. Нет, не совсем. Я работаю 50, не могу сказать, ну, в принципе, по большей части, по большей части, да. Иногда, иногда что-то там такое, раскакивает, такие биозы, что-то такое. Ясно. Слушай, ну, а расскажи, как, в принципе, вот, устроен, там, живет проект изнутри, ну, то есть, как бы, это такой большой open-source проект, у него большое там, ну, он очень известный, и много кто его использует, но вот как внутри, то есть, как бы, насколько, я просто не знаю так глубоко, большая команда именно core-девелоперов, как у вас там построены, не знаю, взаимоотношения, то есть, есть ли какие-то, не знаю, разбития там на команды, ну, то есть, как бы, ответственные по каким-то подсистемам, или вы все работаете над, так сказать, просто над всем проектом в целом, то есть, вот как у вас это внутри устроено? проект большой, в принципе, четко, четкого разделения нет, то есть, есть, конечно, авторы каких-то расширений, которые не обрели, авторы, они могут быть уже недоступны, там, или им уже неинтересно, то есть, не ушли, другие, есть постоянно, есть люди, которые постоянно определенное, там, расширение поддержки, какие-то определенные области, есть люди, которые там, много из них поддержки, то есть, такой четкой организации, или разделение. Понятно, а большая вообще, вот, сколько именно у вас там core-девелоперов, там, просто, кто, кто постоянно вот работает над, над основным проектом? Человек, я даже не считал, но я думаю, где-то не будет считать. Опять же, насколько, насколько вот, что-то был такой вопрос, в прошлом году, там, сколько было, где-то, сколько-то по сейнам, где-то по сейнам, вот. Ну, и там кто-то, по-моему, Энтони Ферраре, или еще кто-то там, в общем, насчитали, типа, ну, там, или что-то, да, проверял. Но, смысл в чем, то есть, из этих там, скажем, двух человек, там, один, а, большинство сделает. Ну, как обычно и бывает, да, да, это понятно. Ну, опять же, этот один коммит, может быть, ну, то есть, на самом деле, может быть, это сенсорировано, вклад вот этот, он, его можно, что-нибудь, разграничить, то есть, по важности этого, этого, вклада. То есть, не обязательно, чтобы было много, но чтобы было хорошо, и чтобы это было постоянно. Таких людей где-то... Понятно. Ну, ну, ясно. Слушай, а приняты у вас там, то есть, какие-то вот, там, не знаю, ну, практики, там, код-ревью, методологии, то есть, как-то вот выработаны какие-то внутренние там соглашения, которых вы там стараетесь придерживаться, и которыми вы там, когда новые какие-то появляются контрибьюторы, направляете, чтобы они могли там как-то лучше понимать, как правильно делать? Значит, по порядку, сейчас, соглашение, правило, там, код-ревью, значит, соглашение не есть, вот, например, это RFC, да, и правило, то есть, ну, в принципе, мы начнем с код-ревью, то есть, код-ревью, не, я просто, сложно, то есть, поскольку системы в этом нет, особенно, ну, то есть, есть система, но мне, по крайней мере, не надо прийти к звонить, так, вот, то есть, то есть, регулярно код-ревью, ну, то есть, у вас, есть вот, как бы, группа основных там, контрибьюторов, которые могут спокойно там, коммитить в дев, мастера, я не знаю, да, то есть, без всяких код-ревью, и вот, вот как-то так, либо у вас все, там, новые куски, они именно через, там, Merger Quest, через, вот, как бы, проходят код-ревью какой-то, регулярно, то есть, если, то есть, есть люди, которые просматривают там, или просматривают, опять же, интересующие области, да, то есть, мне не нужен каждый, который, вот, если мне что, то есть, я просто, опять же, какой-то большой проект, каждый участник преследует какие-то свои цели, или какие-то свои интересы, да, и вот, кого-то это может интересовать, кого-то нет, или у кого-то не было времени, пропустили, то есть, прошел этот проект, просто без, без, какого-либо внимания, вот, то есть, но, у нас есть Travis, да, то есть, каждый, каждый, так, в бите, я же могу сделать несколько коммитов локально, а потом их отправить, да, то есть, и вот, мой последний коммит, он всегда будет тестироваться, то есть, как бы, группа моих коммитов, ну, короче, каждый пуш на сервер, ага, приводит к запуску юнит-тестов. Да, то есть, если там что-то не в порядке, то, ну, то есть, ну, во-первых, каждый должен проверять, ну, то есть, это часть, допустим, одного из соглашений, да, то есть, каждый должен проверять правильство. То есть, я отправил что-то, должен проверять. Если я не проверил, он же будет красный, да, то есть, обязательно кто-то... Слушай, а написание тестов тоже у вас, как бы, обязательно, да, то есть, если ты пишешь, теперь новый кусок, новый функционал, то ты также должен обязательно покрыть его тестами сразу. Или, или нет? Ну, что значит должен, ну, ну, например, баг фиксы, это необходимо. Для новой функциональности, скорее всего, тоже, То есть, их можно добавить после, нет, то есть, это не суть важной, мне кажется. Ну, в принципе, да, тестов, тестов, количество тестов постоянно растет. Ну, хорошо. Так вот, да, насчет кодовиков, да, значит, значит, вот бывает так, что вот, или там, может быть так, что если вот кто-то очень много делает таких подсумитов, которые приводят к красному травису, то есть, к тестам, которые не проходят, то тогда уже на этого человека будет обращать больше внимания. А информация о, так сказать, за фейлингом билде, она там по почте разлетается всем участникам, да, я так понимаю, или как? А, ну, в смысле зайти в Тревис, и можно увидеть там все билды, что вот там красные были, кто его запустил, на чей коммит, так сказать, и всякое такое. Вообще, да, с недавних пор еще ARC, ETC, да, это было. PHP.f, да, где сидят много разработчиков, я даю там, сейчас сейчас нравится. бот, понятно. да, да, ну, то есть, в таком духе, но, то есть, это, по, именно, добавлению новых, там, если это вещи, которые, то есть, есть релиз, процесс, процесс релиза, и есть процесс добавления новых, как бы, функций, он, он, вот, завязан, вот этот request for comments, то есть, это, это стандартный процесс, там, если, если мы что-то хотим, если кто-то что-то хочет видеть, опять же, то есть, каждый видит, как, вот, улучшить что-то, да, то есть, кто-то считает это правильным, кто-то неправильным, то есть, это вот такая вот, такой процесс, да, то есть, каждый, кто приходит, и смотрит, а вот у вас, может быть, нужно там, не знаю, запятую, это, добавлять, всегда, а может быть, нет, вот, и вот, это все дискутируется, потом это голосуется, то есть, это вот процесс добавления, то есть, насчет того, чтобы оно планировалось. Слушай, ну, это вот появилась, насколько я понимаю, практика довольно-таки недавно, относительно недавно, потому что, вот, там, какое-то время назад, по-моему, ничего такого не было, или поправь меня, RFC, вот для нового функционала в PHP было уже давно, просто как-то вот на слуху это стало буквально где-то там, ну, я не знаю, год-два назад, да, когда действительно стали публиковаться вот эти RFC-шки, народ там, значит, там обсуждать, как, чего, а вот, мне кажется, до этого, ну, в смысле, это недавно, да, нововведение, или я все же ошибаюсь? Слушай, смотря, что считать давно, или недавно, ну, я не могу посмотреть вот сейчас, но в принципе, я думаю, это, где-то в районе 2011 года, ничего такого, вот в этом районе, в районе, вот, 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 ну, и, собственно, сейчас вот все, так сказать, новые функциональности, или какие-то новые фичи, изменения существующие, они все проходят через обсуждение в рамках RFC, каких-то вот этих proposals, предложений, да? практически все, ну, то есть многие, особенно, особенно, если это касается каких-то коренных изменений, там, в самом языке, в ПХП, там, добавление, допустим, каких-то зависимостей, там, или что-то такого, вот, есть такие, то есть есть варианты, когда просто это, есть какие-то очевидные вещи, они просто обсуждаются на этой схеме, и, можно, можно, как бы, написать письмо, вот мой патч, вот, пожалуйста, посмотрите, там, и это самое, то есть, кто сможет, кто там, этот, кто заинтересован в этом, или, ну, то есть по разным причинам, то есть, можно получить хитбук, и тогда уже, то есть, вот, в таких очевидных вещах, это все, можно сделать, а, понятно, слушай, ну, а расскажи тогда поподробнее, как раз таки, мы уже затонули эту тему, как вообще происходит, вот, работа над релизами, то есть, планирование релизов, что туда там должно войти, или по факту, что, так сказать, вот готово на момент релиза, то и публикуем, вот, как этот процесс устроен, тем более, ты, как релиз менеджер, как раз таки, у кого еще, кроме как, как не у тебя об этом спрашивать? Ну, в принципе, это тоже все задокументировано, то есть, у него такой RPC тоже, по эту тему, вот, то есть, должен быть, как минимум, один релиз в месяц, вот, и должен быть, как минимум, один минорный релиз в год, как минимум, один мажорный релиз в 5G, вот, ну, то есть, это может меняться в зависимости, то есть, особенно вот на, если какой-то там патч, релиз, то это может меняться в зависимости от обстоятельств. Ну, если какой-нибудь там, да, супер-пупер там, дырявый security патч, то, конечно, он там может выйти очень оперативно быстро, чтобы закрыть там, какие-то проблемы. Да. А так, в принципе, у нас, ну, то есть, существует сначала релиз кандидата, потом релиз. То есть, между двумя релизами должен быть, ну, примерно месяц, скажем так, между двумя финальными релизами, между двумя релизами, скажем, релиз кандидата, финальный, две недели. То есть, в недельном такте просто до прошлого перелиза. То есть, то, что, допустим, с последнего стабильного релиза вошло, там, да, какие-то багфиксы, там, или еще чего-нибудь, в основном багфиксы, вот. То есть, вот это, то, что за эти две недели вошло, оно замораживается, ну, в основном, то есть, могут быть, опять же, разные ситуации, где нецелесообразно замораживать все там, допустим, сделать там определенные патчи только вытащить и скомпоновать вручную, то есть, такое тоже возможно, такое, на моем, на моем деле, тоже такое саде. Ну, это понятно, это каких-то таких, да, случаях. Но обычно, условно говоря, стандартно там, то, что там за две недели было там багфиксы сделаны, к выпуску РЦшки, они замораживаются, тестируются уже, там, шлифуются, что называется, и по факту окончательный вариант превращается в релиз, собственно говоря. Да, 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 то есть, ну, двухнедельным, то есть, что баг, как бы, багфиксы и это разница попадает. Вот, и причем тестируется, то есть, есть люди, которые тестируют, есть Ремиколик, он занимается билдами для фидора и для рейсов. Он мейнтейнер, он мейнтейнер именно пакетов, да, рпмных. Да, да, то есть, это как бы, опять же, формально это не принадлежит к проекту ЛГП, но, то есть, как от quality assurance, как-то, контроль качества, да, это очень полезная штука, потому что он тестирует на разных вариантах фидоры, он тестирует на, на юни-тестах, допустим, на симфонии, там, порта, там, то есть, других дисков каких-то, да, вот, то же самое, допустим, делается со стороны Windows, кстати, регулярные Windows у нас подшоты делаются, вот, то есть, это тестируется, когда он прилип кандидат, тестируется с пристальным вниманием, чтобы не было потребностей таких количеств. Ага, слушай, а вот, кстати, тут сразу возник вопрос, расскажи, вот, вся вот эта инфраструктура, то есть, вот, запуск юнит-тестов, да, вот, там, сборка, там, не знаю, RPM-ов, прогон всяких тестов, там, интеграционных, там, с другими, там, платформами, фреймворками, это же все, в принципе, тоже, ну, большой очень в объем работы, у вас как-то в команде есть люди, которые, ну, не знаю, девопс-инженеры, вот, кто занимается именно такими вещами, либо вы все разработчики, помимо, там, написания именно кода, там, патчей, в том числе, и занимаетесь вот все этими инфраструктурными вопросами? Инфраструктурными нет, то есть, я имею в виду, инфраструктура стоит, то есть, допустим, если, то есть, именно в моей команде, то есть, в Windows, вот, у нас есть один еще, еще один коллега, который занимается просто тестированием, то есть, я занимаюсь больше разработкой, там, бакомбинской, скажем, контролем качества, что ли, а он не занимается тестированием, то есть, там, всеми вопросами, там, разворачивание, платформа, вот, все, все это, ага, да, да, то есть, и сама инфраструктура, нет, то есть, как виртуальные машины, в принципе, не трудно делать, а железо, железо, это представляется, то есть, а, ага, ну, то есть, микросок, в принципе, он спонсирует, то есть, это, и на там, вот, Рэми, я думаю, он тоже использует ресурсы Red Hat, или что-то, как в индуке, то есть, это не то, что, ну, прожигаешь половину электричества, и ты, да, понятно, понятненько, слушай, ну, в общем, в целом, более-менее, как бы, да, сложилась картина, как все это происходит, ну, давай, наверное, теперь, вот, интересно, знаешь, послушать твое мнение, вот, есть же, там, некоторое время назад появилось некоторое количество всяких там форков, ну, PHP, вроде там, хип-хопа, HHVM, да, вот каких-то, то есть, виртуальные машины, которые выполняют PHP-код, но которые там заявляют по некоторым или по некоторым тестам там быстрее, не знаю, лучше, меньше памяти потребляют, ты вот со своей стороны именно как разработчик вот самого этого языка, что вообще думаешь про эти штуки, насколько они там хороши, полезные, и что они дают для вообще сообщества и проекта в целом? Насколько они хороши, я сам не тестировал, то есть так подробно не тестировал, поэтому говорить не буду, но именно для сообщества это очень полезно, потому что это конкуренция, и конкуренция заставляет двигаться в тюрьму. И касаясь, допустим, Facebook, сейчас есть сотрудничество в области спецификации PHP, есть отдельные репозитории, где все вещи, которые существуют, описываются и документируются. В основном это, то есть это не то, что совсем только Facebook делать, но очень большой вклад в Facebook. Ну, это как бы как раз-таки вопрос, может быть, не знаю, стандартизации интерфейсов каких-то вот публичного API, что называется, для взаимодействия с языком. Какие-то такие вещи. Да-да. Ну да, для новых имплементаций, опять же, да. Ну, тут недавно как раз-таки, я думаю, ты тоже наверняка слышал этот, когда, что вот, значит, в PHP появилась наконец-то официальная стандартизация документации, то есть языку сколько там, 15 лет, и вот, наконец-то, значит, ну так, немножко с таким каким-то ехидством, да, это обсуждалось, что вот появился документ, который, значит, официально описывает стандарт, как оно должно быть и как оно устроено. Это, кстати говоря, вот к вопросу о том, что действительно ведь, я думаю, ты согласишься, что там вот до сих пор можно встретить в разных, там, не знаю, расширениях или каких-то там блоках таких функциональных, вот по сути там похожие функции, когда там перепутаны параметры, аргументы, вот это вот, все-таки такое же еще есть, но это, я так понимаю, сейчас как раз-таки вот все вычищается и приводится в какую-то такую же единую, однообразную структуру, да? В смысле, порядок аргументов, там, типа, что там, классический пример был такой, там, Ну да, 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 что-то там про строковые функции было, да, такое, что вот. Я не думаю, что это будет меняться, то есть это именно просто описывается, потому что, если это поменять, то это будет питом 3 или что-то такое, то есть менять это, и тем более, насколько это логично, но вот, как пример, то есть вот если, там, допустим, если кто-то говорит по-английски, да, то там, 42, да, то есть 42, точно так же по-русски, это логично все, 42, но по-немецки это будет 2 инфекции, то есть это будет сначала ты говоришь 2, а потом 40, понимаешь? То есть, я говорю это о чем, что для одних людей это, то есть по менталитету, то есть по вообще по культурным каким-то признакам, то есть для одних это нелогично, для других это нормально, потому что, там, не знаю, порядок, то есть из их культуры, там, из их менталитета, это, они привыкли просто к тому, что это вот, ну, ну да, нет, тут я скорее про то, что вот поскольку какого-то такого, знаешь, стандарта, там, документа изначально не было, да, а разработчик, проект был изначально как бы там открытый, контрибьюторы были из разных, так сказать, сторон, из разных культур, языковых каких-то групп, да, то каждый писал вот как бы так, как ему казалось это правильно и логичным, да, и в результате, если вот так смотреть со стороны, то действительно складывается некое впечатление, что ну как-то, как-то немножко вот не так, ну в смысле, ну это, скажем так, сложилось исторически, в общем-то, тут, наверное, добавить больше особо нечего. Ну да, ну, выросло все же, почему-то выросло все, поэтому, я как-то, я как-то на этом совсем не зарубаюсь, если я... Да нет, это понятное дело, что все, кто там работает, привычно уже просто, но я как раз-таки хотел немножко так задеть, похоливарить на эту тему, да, чуть-чуть, надо же как-то провоцировать. Ясно, ладно, давай движемся дальше, вот немножко давай поговорим, ну, конечно, уже в Апсасане это было, там, всеми кем можно много раз в интернете, да, там, про PHP 7, но все же, вот как-то вот был PHP 5, ну, потом, значит, вот вышел PHP 7, который такой большой прыжок, ну, там, в силу специфики, что там PHP 6 когда-то что-то, значит, там, как-то имя неправильно было, вот это все, и решили назвать PHP 7 сразу, но, тем не менее, вот, может быть, немножко расскажешь, просто вот кардинально, принципиальное вот отличие PHP 7, что в нем такого супер-пупер классного, интересного, чем он так значительно лучше, и вот принципиально нового, скажем так. принципиально нового, по именно, то есть, как бы, по самим, по самим, изменениям языка, я как-то, ну, то есть, насколько ты понял, предыдущего человека, то есть, я больше, по функциональности, как бы, не знаю, партирую. Ну да, ну вот, со своей стороны, конечно, расскажи. Да, с моей, то есть, что изменилось, это оптимизация структур, вот, все это привело, это пришло из, ну, из ПГПМ, из ПГПМ, да, вот, это явилось основой для, для всего остального, что там наложилось, наложилось очень много, наложилось на это очень много, но, в общем-то, эти коренные изменения, они привели к, к большому увеличению скорости, и к, к большому уменьшению потребления памяти. То есть, это две основные вот вещи, которые, как бы, потому что это очень важно, допустим, да, если у меня на компьютере, у меня на сервере, там, 10 сайтов, да, то завтра у меня на том же сервере будет 10 сайтов. Вот, в каком случае, да, то именно это изменение. Потом, именно, дуги, да, самого устройства, то есть, например, код, очень легко, кодики, то есть, как если это токенайзер, такое, 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 ширение, с помощью которого можно парсить PHP код. Для чего это удобно, для, для чего это может требоваться, для статического анализа кода, да, то есть, сейчас PHP 7, это, вся виртуальная машина основана на AST, да, да, синтакси, и это позволяет намного проще, удобнее и точнее, то есть, писать такие статические анализаторы и так далее. То есть, это тоже, в общем, для этого Никита, Никита написал Расширение даже для этого, в принципе, если он обещал. Понятно. А так, по большому счету, что там, модель, модель исключений поменяли, там, это было одно из самых последних изменений вообще, даже, то есть, просто пропитые как-то, исключения порядка исключения, ну, в принципе, наверное, наверное, я вижу очень. Понятно. Слушай, ну, расскажи, наверное, тогда еще, в общем-то, какие там планы по дальнейшему вообще развитию и куда движется проект, как бы, что нас ждет в ближайшем будущем, может быть, какие-то интересные, там, у вас есть внутренние, там, планы какие-то, что еще там можно соптимизировать, улучшить, или вообще как, ну, как по твоим ощущениям, что будет происходить в ближайшее время? Ну, в принципе, не обязательно, а и 7.1, и в принципе дальнейший какой-то, там, не знаю, 7.2, 8, просто вот, как бы, по твоим каким-то внутренним таким ощущениям. Ну, опять же, то есть, есть, даже сейчас уже есть RFC, которые являются, ставятся ли цели все на 1, то есть, больше вот именно по языковым изменениям, там, как там, допустим, как обращаться с цифровыми строками, которые содержат цифры, или как-то индексировать негативную индексацию, там, строк, или вот в таком духе, и другие вещи есть. Мне кажется, самая вот большая цель, которая, наверное, будет преследоваться, это Джип, Just in Time Compilation. Потому что этого нет, вот Дмитрий, вот Ксенчен, и Никита, наверное, тоже, то есть, они, наверное, на этом будут, то есть, это авторы HPNG, они, наверное, будут на это я так понимаю, повел. Вот. Это, наверное, да, будет самая большая, хотя сейчас существует и опция, но это... Ну, да, это скорее просто возможность то, что есть сейчас, ускорить именно так чуть-чуть сбоку, как бы, да, а вот именно если нативно, то есть, будет прям на уровне движка, то, конечно, это совсем другое будет, я думаю, уровень и скорость и качество. Ну, просто это принципиально другая штука, как сейчас в ПГПСе есть, ECRE JIT, да, то есть это расширение для strong comparable regular expressions, да, и там есть, там сейчас можно JIT, там по умолчанию сейчас, он встроен в C, и по умолчанию он разрешен, то есть, что он делает, то есть он компилирует не просто, он компилирует не просто эти оппули, да, то есть он компилирует этот какой-то вот паттер, он компилирует бинарный код, помещает его в память, и запускает из памяти, то есть это очень быстро, как бы, это, конечно, зависит от платформы, то есть на одной платформе это будет один бинарный код, на другой платформе это будет другой динарный код, то есть это кардинально что-то другое, чем оппoun percept. вот era, мне кажется, должно быть самое большое какое-то изменение. Ну, понятно, да, все равно как бы интересно было услышать. Слушай, ну, вроде бы обсудили все темы так примерно, какие хотели. Что ж, спасибо большое, что нашел время. Было интересно послушать вот вообще как устроен процесс, проект изнутри, как он живет, там развивается. Большое спасибо еще раз. Друзья, вам спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам тоже было интересно послушать. Спасибо, Константин, за приглашение, да, и всем, кто слушал, может быть, что-то интересное мог сказать. Ну, да, друзья, если... Еще раз добавлю, что, друзья, если высказывайте, пожалуйста, не стесняйтесь, ваше мнение о прослушанных выпусках, потому что всегда не хватает обратной связи, и нам, и мне, и, так сказать, моим гостям. Очень интересно тоже послушать, как же, какое впечатление произвело, было ли что-то полезного, нового, плохо, замечания, нехватка, каких-то новых вещей. В общем, делитесь комментариями, пишите, звоните, как угодно присылайте. Это все очень важно, и только поможет, еще раз повторюсь, сделать подкаст в целом лучше. Что ж, все, счастливо, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok